Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Елабужский институт Казанского федерального университета продолжает плодотворное сотрудничество с ведущими компаниями России. Преподаватели института получили гранты от публичного акционерного общества «Татнефть» на реализацию перспективных проектов. Один из проектов, направленных на улучшение жизни населения Елабуги, называется «Александровский сад. Сохранение наследия елабужских купцов». Про значимость научных исследований и этапы реализации проекта рассказала заведующая кафедрой биологии и химии, кандидат биологических наук Эльзира Гебадулина. Еще один проект представил научный сотрудник Елабужского института КФУ, заведующий Музеем природы национального парка Нижняя Кама Ренур Бекмансуров, который уже второй год изучает популяцию орлов в Республике Татарстан. Ученый отметил, что были вновь включены камеры в гнездах орланов-белохвостов и солнечных орлов. Онлайн-трансляции вызывали большой интерес. Волонтеры из 50 стран мира стали их зрителями, помогая вести дневник наблюдений за птицами. В число победителей конкурса социальных инициатив «Энергия добра от нефти» в 2023 году вошел проект «Кафедра добра». Его руководителем выступила старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности Елабужского института Казанского федерального университета Альбина Манина. Она 13 лет занимается волонтерской деятельностью. За два года Елабужский институт Казанского федерального университета принял 100 обучающихся из Луганской народной республики. Они обучались в школе «Университетская». Многие из них после окончания школы выбрали КФУ. Один из проектов, на реализацию которого был выигран грант в этом году, направлен на интеграцию обучающихся из новых территорий России в единое научно-образовательное пространство. Социальный проект по адаптации и социализации обучающихся вуза, прибывших из новых регионов России горизонта развития, был разработан доцентом кафедры психологии Елабужского института Ольгой Штерц. Лихорадка западного Нила. Эта тема заполонила средства массовой информации. Исходя из сведений в источниках, в Татарстане за короткий период выявлено 6 случаев заражения этим вирусом. В вопросе разбирался наш корреспондент. Судороги, потеря зрения, а не менее паралич. Все это одни из самых распространенных симптомов лихорадки западного Нила. Сейчас средства массовой информации активно обсуждают, что в Республике Татарстан зарегистрировано 6 случаев заражения. Ранее шла речь о 4 пациентах. Лихорадка западного Нила является инфекционным заболеванием, природные очаги которого расположены более чем в 90 государствах Африки, Европы и Азии. Лихорадка западного Нила – это вирусная инфекция. Она общая с человека и животных. Передается она в основном трансмиссивным путем при помощи укуса клеща или комара. Чаще всего комара. А переносчиками их являются водоплавающие птицы. Это могут быть дикие птицы, перелетные птицы. Также могут быть и домашние птицы. Вот в основном резервуар вируса именно в этих птицах находится. Одними из самых первых признаков заболевания является боль в глазах, слабость, интенсивная головная боль и повышенная температура тела. Сама лихорадка западного Нила – это остро протекающее инфекционное заболевание. Зачастую переносчиками вируса являются комары и клещи, после укуса которых у человека запускается процесс заболевания. Инкубационный период стандартно – от нескольких дней до двух-трех недель в зависимости от тяжести заболевания. При попадании вируса в организм у человека сразу же начинается острая фаза болезни. Температура тела поднимается от 38 градусов и выше, сопровождаясь ознобом. Скорее всего, это завозные могут быть случаи с южных наших регионов или когда люди выезжают, например, в отпуск в страны Африки, Азии в жаркие. Но вообще я рекомендую, когда куда-то планируется поездка, сначала изучить эпидемическую ситуацию в этой стране и предохраниться, посмотреть, а что там в этом сезоне. Комары или вообще может эпидезон лихорадки какой-то. Поэтому защита пока у нас не специфическая. В основном защита от комаров и клещей. Отметим, что лихорадка западного Нила может привести к серьезным неврологическим осложнениям, а также к летальному исходу. Опасность заключается в том, что у 80% инфицированных болезнь протекает бессимптомно, что затрудняет раннюю медицинскую помощь. Тяжелая форма заболевания может развиваться у людей разного возраста. Однако у лиц старше 50 лет и при слабом иммунитете риск хуже перенести болезнь намного выше. Однако паниковать не стоит. Согласно статистике, острая форма заболевания протекает у одного человека из 150. Необходимо обратиться к врачу, чтобы врач провел симптоматическое эпидемиологическое заключение. Но 1% есть тяжелых случаев. Это уже может протекать в виде менингитов, менингенцефалитов. И вот тут уже летальность высокая будет. Но это всего 1% тяжелых случаев. Надо сказать, в эндемичных зонах, где уже эта лихорадка живет многие годы, люди проэпидемичиваются и у них бессимптом протекает. А вот когда лихорадка западного Нила, этот вирус захватывает новые территории, то там могут быть и тяжелые случаи. Для того, чтобы определить, есть ли вирус в организме человека или нет, необходимо обратиться к врачу. Из-за того, что лихорадка западного Нила не имеет своих симптомов, то и лечение данного заболевания происходит только по симптоматике, как, например, при обычном сезонном гриппе. Помимо этого, важно отметить, что вакцинация от вируса существует только для животных, от которых и заражается человек. Важно, что заразиться от человека лихорадкой невозможно. Специфического противовирусного лечения еще не разработано и прививок тоже нет. В основном лечится симптоматически. Но можно успокоить немного людей тем, что в основном оно протекает бессимптомно. Так как вакцина от лихорадки западного Нила не существует, для человека очень важно защитить себя от заражения самостоятельно. Для этого важно использовать репелленты, антимоскитные сетки и фумигаторы, а также следить, чтобы не было емкостей с затхлой водой, избегать нахождения в заболоченных местах, а при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую защитную одежду. При появлении признаков недомогания следует немедленно обратиться к врачу. Адлина Абдрахманова, Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов. Универ Новости. За последние годы Казань менялась до неузнаваемости. Расширялась в границах, увеличилась в численности жителей, украшалась величественными сооружениями, экономика выросла вдвое. Подробнее о том, как преобразилась архитектура третьей столицы России, узнаете в следующем сюжете. Около 10 лет назад Казань ничем не отличалась от любого другого города-провинции, но сейчас она ежегодно радует нас архитектурными сооружениями. Давайте узнаем, как изменилась Казань за последние годы. Казань заметно преобразилась после избрания Владимира Путина на должность президента Российской Федерации. Социальная инфраструктура 90-х была наследием Союза Советских Социалистических Республик. Казань 90-х – это город с убитыми дорогами, где зачастую не проводился даже ямочный ремонт. Вечером город погружался во тьму, освещения почти нет. Преобразование Казани началось с подготовки к празднованию тысячелетия города. Комиссию, отвечающую за проведение мероприятия, возглавлял лично Путин. Он же прибыл в столицу Татарстана на ее юбилей в 2005 году. К этому моменту в городе появилась первая линия метрополитена. Был построен долгожданный мост «Миллениум». Начинающим задыхаться от пробы в городе расширялись дороги. Казань избавлялась от трущоб и задумывалась о сохранении своих главных символов. Начиналась реставрация Казанского Кремля. Казань за последние 20 лет кардинально изменилась. Во-первых, она достаточно сильно выросла в своих габаритах. В Казани изменились подходы как с точки зрения сохранения архитектурного наследия, так и с точки зрения создания новых современных архитектурных объектов и в целом дизайна. Также активная политика, молодежная политика в Казани. Множество появляется молодежных объектов тоже с особой средой. Надо сказать, что, конечно, такие подходы, дизайн-подходы, они на самом деле инновационные для России. Не во всех регионах России, особенно в государственных объектах, в общественных объектах, происходят такие колоссальные изменения в сфере дизайна. Важным в обновлении Казани стала и прошедшая в 2013 году универсиада, которая фактически стала репетицией последующей Олимпиады в Сочи. На карте города появились десятки спортивных объектов, в том числе 45-тысячный стадион Акбарс-Арена. Новые дороги, развязки, обновилась и Ленинская дамба. Разделенный рекой город получает полноценную дорожную связь между северной и южными частями. Реконструировали аэропорт и ведущую к нему дорогу. Продолжилось преобразование центра. По Казани стало удобнее гулять, также в Третью столицу стало легче приехать. Был построен северный вокзал. Реконструирована трасса М7 и проложена высокоскоростная магистраль М12. На сегодняшний день, наверное, самое то, что бурное на сегодняшний день развивается в Казани, это ремонты фасадов объектов к Бриксу. То есть это тоже после каждого важного мероприятия в городе всегда остается такой знаковый положительный след. Место, которое не оставляет ни одного туриста равнодушным – Кремлевская набережная. Она существовала давно, но с появлением под стенами Кремля в 2010 году дворцовой площади, здания дворца земледельцев и элитного жилого комплекса Дворцовая набережная, администрация Казани приняла решение о благоустройстве участка береговой линии и превращении его в яркую набережную. Уже летом 2015 года состоялось торжественное открытие полноценной набережной. На велосипеде порой выезжаю. Мне, в принципе, нравится, как бы устроили набережную. Построили вот эти велодорожки. В принципе, очень удобно стало. Было бы неплохо добавить катамараны, чтобы люди могли кататься на них. Ну, набережная у нас и так, конечно, шикарная, отличная. Здесь и кафе все есть для детей, на самокатах, на великах все катаются. Мне очень нравится, что она очень протяженная, красивая. Учитывая, что я была во многих городах России, я могу сказать, что эта набережная одна из самых красивых, реально благоустроенных. Рядом с набережной располагается площадка для главных культурных инициатив – Национальной библиотекой Республики Татарстан. Бывший мемориал, который задумывался как Центральный музей Ленина. Первоначально здание было Национальным культурным центром. Там проходили выставки и лекции. В дальнейшем построенное в советское время здание преобразилось. Сегодня в нем размещается Национальная библиотека, которая притягивает к себе людей всех возрастов и разных интересов. Сам объект, конечно, он, насколько я знаю, не является объектом культурного наследия. Но, конечно, он уже обладает всеми признаками объекта. У него, во-первых, уже и возраст, который позволяет его зачислить в эти списки объектов культуры наследия. Конечно, архитектурная ценность, уникальность для Казани. Это такой стиль советский брутализм, символизм. Это такое красное знамя интересное. Ну и мы видим, как внутренние изменения, в том числе и дизайна пространства, и функции, дали этому объекту новую жизнь. Потому что очень долгое время этот объект практически не использовался. Еще одним известным местом для отдыха является парк Черное озеро. Он долго приходил в упадок, постепенно теряя былое величие. Но за последние годы, благодаря программе парки Татарстана, получил новую жизнь. Сейчас это современный и ухоженный парк, в котором проходят различные мероприятия. С каждым годом в нем появляются новые фонтаны, аллеи и интересные элементы декора. Еще в советское время в парке Черное озеро заливали каток. Именно это событие дало толчок для образования в столице Татарстана своей собственной хоккейной команды. Традиция зимней забавы осталась. Поэтому каждую зиму там можно покататься, наслаждаясь украшенными гирляндами парком. Парк несколько раз ремонтировали, то есть качество реализации было не очень удачное. Но при этом там есть, на мой взгляд, плюсы. То есть были воссозданы два добаркадера, в которых сейчас расположены рестораны. Сам парк зажил. Но я бы его сделал именно с точки зрения исторического парка. Максимально восстановить, воссоздать среду 19 века, в котором он был, понятно, с внедрением всех современных функций внутри объекта. Но я бы сделал упор именно на этом. Парк Горького. Точно так же, как и другие объекты культуры, из умирающего парка советского времени превратился в место притяжения для прогулок с семьей и свиданий. Первый этап реконструкции был завершен в 2014 году. Проложили новые пешеходные дорожки, облагородили газоны, обустроили общественные пространства для детей, поставили игровую площадку. Сейчас для жителей и гостей города предложена масса вариантов активного отдыха. Летом здесь устраивают кинопоказы под открытым небом, проводят мастер-классы по танцам, занимаются йогой. А зимой можно даже попасть на соревнования по единому триатлону и другие спортивные мероприятия. Парк Горького, он был один из самых первых парков, который был, грубо говоря, отремонтирован. То есть, если вы посмотрите современные парки, Парк Горького, вы скажете, Парк Горького как будто бы какой-то устарел уже. На самом деле, это была первая так называемая ласточка, которая в сфере благоустройства городского. Там на тот момент были модные бетонные дорожки, вот их там-то сделали. Сегодня, казалось бы, это странно выглядит. Но он был не так давно отремонтирован, приведен в порядок, но будто бы он уже маленько был, морально устарел. Есть такая нотка в нем. Но при этом он все равно достаточно активно используется горожанами. Там достаточно большое количество детских площадок. По сей день продолжается масштабное преобразование Казани. С каждым годом возводятся как оригинальные архитектурные сооружения, так и инновационные комплексы, которые радуют горожан и привлекают туристов. Прогресс не стоит на месте. Именно поэтому третья столица России будет продолжать реализацию новых проектов. Алексей Кошеленко, Кристина Отехина, Универ. Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok